За 5 минут можно приготовить вот такую вкуснятину кофе. Быстро, просто и вкусно! Всем приветики, друзья! Захотелось чего-то быстрого кофе, решила приготовить себе брушетто или брускетто, как мы говорим на русском языке. У меня вот такая чебата, не очень даже уже свежая. И помните, я вам всегда говорила, что обязательно нужно иметь на полочке какие-то уже готовые продукты. У меня вот такой вот топпинг для брушетто уже готовый. Покупаю я его в Lidl или Valde в отделе итальянских продуктов. Это просто болгарский перец со специями и в растительном масле. Наверное, в оливковом, если учитывать, что это итальянский продукт. Духовка у меня разогревается до 200 градусов. И сейчас я порежу чебату на вот такие тоненькие кусочки. Примерно толщиной 1 сантиметр. Я думаю, что этого достаточно. Я, кстати, противень выложила бумагой для выпечки. Но это не обязательно. Берите любой противень, какой вам удобно. Все, что нужно сделать, это выложить вот этот топпинг на кусочки хлеба. Они уже в масле. Поэтому даже маслом сбрызгивать не нужно. Вот, смотрите. Догадайтесь, кто там тормозит. Сверху еще можно посыпать тертым сыром, если хотите. Ну, это, знаете, по желанию. Проще делать. Аккуратно разравниваем. Хлеб можно было, единственное, чтобы потереть чесноком. Ну, я сейчас присыплю сухим чесноком сверху. Или специями можете присыпать, как хотите. Так, кусочек оставлю. Ой-ой-ой. Вот, смотрите. Сверху слегка присыплю сухим чесноком. Немножечко, совсем для запаха и вкуса. Все в духовку минут на 10-15. В зависимости от того, как ваша духовка готовит. Ну, смотрите, что может быть проще. У меня хлеб уже подрумянился. Даже, наверное, прошло минут 5. Я только успела сварить кофе. И уже у меня брусчета готова. Вот, посмотрите, какая красота получилась. Хлеб подрумянился. И как раз готов кофе. Представляете, буквально, наверное, минут 5. Кстати, кто обратил внимание, у меня вот здесь стоит закваска. Будем с вами печь хлеб с вялеными помидорами. Обратите внимание, в отделе итальянских продуктов в Lidl. Вот-вот с такими помидорчиками будем печь хлеб. Смотрите, какая красота. Ну, я же говорю, не успела оглянуться. Ну вот, друзья, смотрите, как быстро, вкусно. Аромат обалденный. Кстати, если у вас нет готовой начинки для брусчета, ее приготовить очень-очень просто. Мелко порежьте болгарский перец. Добавьте свои любимые специи. И немножко оливкового масла. Вот и все дела. И второй вариант, друзья, более, знаете, здоровая закуска. Это овощи с хумусом. Хумус у меня в этот раз готовый. Просто попался мне недорогой на глаза. Он у нас всего 90 центов стоит. Поэтому попался на глаза. Я купила. Но сделать его очень просто. Нужно перебить в блендере нут консервированный, чеснок, немножечко лимонного сока и добавить растительное масло или оливковое масло до консистенции, которую вы любите. Можно без масла добавлять просто сок нута. Как вы любите, будет меньше калорий. Добавляю в него острый перец, который... Ну, я просто люблю поострее. Поэтому добавляю немножко острого перца. Можно добавить сюда зелень, если хотите. И любые вообще специи. Это простой такой, знаете, без всяких добавок хумус. Сюда можно добавлять все, что угодно, на ваше усмотрение, чтобы сделать, знаете, такой хумус на ваш вкус. Тот, который вы любите. Хочу попробовать. Так, мне не остро. Слушайте, это перец очень-очень острый. Это домашний перец мы выращивали. Сын мой, кстати, выращивал домашний перец. Увлекся. Потом он такой острый получился. Мы его высушили и перемололи. Сервировать можно как угодно. Есть специальные тарелки. Посередине ставите соус, по краям вот такие овощи. Я буду сервировать в стакане для виски или для коньяка. И вы знаете, в Ирландии очень часто сервируют вот в таких чашечках. И суп сюда наливают, и вот такие закуски, и десерты. Все можно сервировать вот в таких стаканчиках, в чашечках. Если хотите, можно сделать и так. Я взяла болгарский перец мелкий. Можете взять обычный болгарский перец и нарезать его такими одинаковыми полосочками. Все другие овощи я взяла такого размера, чтобы можно было нарезать на приблизительно одинаковые кусочки. Вот смотрите, морковку, если пополам порезать, то получится приблизительно одинаково. И точно так же сельдерей. Можно взять также огурец, если есть. Вот у кого нет, как у меня, берите то, что есть. И режьте такими кусочками, какие вам нравятся. Конечно, если хотите там, допустим, на стол, чтобы было все красиво, берите и овощи приблизительно одинаковой толщины, режьте на более одинаковые кусочки. Ну, как бы я делаю для себя. Поэтому красота, вот в этом конкретном случае, это не приоритет. Сельдерей порежу тоже так пополам и еще пополам на такие кусочки приблизительно одинаковые. Будут торчать, но ничего страшного. Вот и все. Осталось только переложить хумус в стаканчик. Кладем столько, чтобы, ну, знаете, хватило на все ваши палочки. Слегка вот так притушу, чтобы было ровненько. Но это не обязательно. И вот так вот ставите свои закусочки. Эти можно порезать еще пополам. Вот и все. Ну, давайте в чашечку тоже положим. И сюда также складывайте ваши закусочки. Балгарский перец смотрится лучше, если разного цвета. Ну, это, знаете как, не обязательно. Чашка у меня книзу сужается, поэтому овощи получились все разной величины. Ну, это, знаете как, для красоты можно их чуть-чуть подровнять. Ну, вот и все, друзья. Смотрите, какая прелесть получилась. Когда смотрите, например, фильм какой-то, вместо того, чтобы жевать чипсы, лучше вот такую закуску. Вкуснятина. Па-па-ра-па-па-па-па-па. Па-па-па-ра-па-па. Па-па-па-па.